Дорожная артерия Минувшие ночью работы по фрезерованию выполняли сразу в два комплекса. Один на участке от улицы Мариса Тереза до аэродромной, второй – от улицы Гагарина до улицы Мариса Тереза. Такой подход позволяет за одну смену удалить старый слой покрытия на площади до 10 тысяч квадратных метров. После окончания этапа подготовки рабочие займутся ремонтом дождеприемников и люков смотровых колодцев, находящихся на территории проезжей части. После фрезерования будет выполнен ремонт люков смотровых дождеприемных колодцев, то это будет замена. Непосредственно, если мы говорим про люки смотровых колодцев, это будут новые люка, которые имеют резиновые вставки для того, чтобы не было шума, а также противовандальные механизмы, то есть затворы, которые будут препятствовать воровству крышек. После фрезерования и ремонта инженерных коммуникаций рабочие приступят к финальному этапу ремонта. Отчистят основание дороги от пыли и грязи, будет выполнен разлив битумной эмульсии и укладка асфальтобетонного покрытия с применением смеси последнего поколения «ЩМА-16», что обеспечит высокую прочность дорожного полотна. До конца текущего месяца планируется в полном объеме завершить работы, включая устройство нового верхнего слоя покрытия. В результате ремонта подъезжать к обновленному ранее общественному пространству в скверу на улице Авроры будет комфортно. Напомним, что в 2020 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» этот сквер преобразился. Благодаря поддержке жителей на месте ларьков стихийного рынка появилось благоустроенное пространство, где любят проводить время жители. Часто выходим в сквер, и было бы хорошо, чтобы на машине можно было подъехать. Не все же рядом здесь живут. Ну, конечно, надо было бы сделать уже. И волны вот эти вот, при перестроении очень кидают машины. Уже сейчас участок дороги, который прилегает непосредственно к скверу, обрел новый облик. Здесь в первоочередном порядке уложили новый асфальт на площади порядка 5,5 тысяч квадратных метров. Также нанесена разметка. Все этапы остаются на непрерывном контроле заказчика Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, его подведомственного учреждения МБУ «Дорожное хозяйство», а также общественников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет повышенное внимание работам, направленным на улучшение дорожной инфраструктуры. Особое внимание к состоянию объектов, входящих в опорную дорожную сеть. К таким объектам относится и улица Аврора. Со старта дорожно-строительного сезона в Самаре два подрядчика в рамках работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже завершили обновление проезжей части инженерных коммуникаций на 22 улицах. Еще 10 участков находятся в работе. Всего же приведут в нормативное состояние 42 объекта. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.